Мнение целого народа. Однако это мнение разделилось примерно поровну за несколько дней до референдума. И предстоит предсказать его итоги. Сейчас мало кто берется. Из Афин наш специальный корреспондент Екатерина Воскребенцева. Участки для голосования в Греции открылись в 7 утра. Время выбрано специально, чтобы пожилые люди смогли проголосовать до наступления дневного зноя. Уже с 7 часов здесь стояла очередь желающих сделать свой выбор. Да или нет. Говорить очередному затягиванию поясов. Накануне, если верить прогнозам, страна буквально раскололась на две части. За и против. Подписание соглашения с тройкой кредиторов на предложенных ей условиях выступают примерно по 45%. Еще 10 не могли определиться до последнего. Люди говорили, что решение примут уже в кабинке для голосования. Так что какие-либо прогнозы сейчас делать крайне сложно. Все, с кем мы говорили сегодня, не знают, что ждет Грецию завтра. Политически, идеологически мы принадлежим к Европе. Но шанс раскола велик. Условия, на которых тройка кредиторов готовы предоставить новый кредит, это чуть больше 7 миллиардов евро, не разглашаются. Но известно, что речь идет о повышении пенсионного возраста, сокращении льгот и пособий, увеличении налогов на ресторанный и туристический бизнес. В том числе и на островах, что больно ударит по греческой тяжелой промышленности, как здесь называют турбизнес. Правительство Алексиса Ципроса убеждает Грецию сказать «нет такой помощи». Надо отметить, что сразу после объявления референдума этот ответ готовы были дать большинство греков. Но сейчас в стране закрыты банки, введено ограничение на снятие наличных запрет переводов за рубеж. К тому же из Брюсселя и Берлина недвусмысленно намекают, что Греция, если победу одержит противники соглашения, будет жить еще хуже. Так что сейчас готовых рискнуть хотя бы какой-то стабильностью стало гораздо меньше. Я голосую «да», потому что считаю, что нам спокойнее с Европой. Я с Европой. Да, за Европу. Голосование продлится до 7 часов вечера уже к 9. Обещают подвести первые итоги этого исторического для всей страны Европы референдума. Екатерина Воскребенцева, Евгений Полойко, ТВ-центр, Греция, Афина. Тем временем председатель Европарламента сегодня не исключил предоставление Греции экстренной помощи со стороны ЕС. Об этом Мартин Шольц заявил в интервью немецкой прессе. Эксперты соглашаются, результат голосования может оказать историческое влияние на судьбу единого европейского пространства, где продолжаются массовые митинги в поддержку греческого суверенитета. О происходящем в Европе и прогнозах. Кирилл Парменов. Греческий вопрос преследует Ангелу Меркель даже во время праздников. Не успела госпожа канцлер начать свою речь на собрании по случаю 70-летия собственной партии, как из зала послышались выкрики охи. Слово «нет» на греческом языке уже стало общеевропейским лозунгом. А я хотела бы ответить «не». На греческом языке это значит «да». Отвергнуть ультиматум Брюсселя призывают греков простые европейцы. Многотысячные митинги в поддержку плана Ципроса прошли накануне в Берлине и Риме. Сегодня греческие флаги взвелись над улицами Лиссабона. Португалия давно на краю финансовой пропасти. Жители Эллада здесь понимают. Мы пришли выразить свою солидарность с греческим народом, пожелать грекам храбрости, которой до сих пор нет у нас самих. Европа должна поддержать Грецию, прекратить шантаж, помочь стране, потому что она член ЕС и нуждается в срочной помощи. Нужно уважать законное и демократическое голосование нации, стремящийся к свободе и суверенитету. Американский и франко-германский империализм препятствует полной независимости европейских стран. Вот что происходит на самом деле. Но европейские эксперты уверены, даже свободолюбивые греки на референдуме скажут Брюсселю «да». План, предложенный кредиторами, спровоцирует рецессию. Если думать только о благе Греции, ответ на референдуме должен быть «нет». Но угроза выдворения из еврозоны и удушающая политика Европейского Центрального банка подталкивают многих греков проголосовать «за». В противном случае угроза нависнет над всем Европейским Союзом. Гипотетический уход Афины с еврозоны сравнивают с открытием ящика Пандоры. Свежие решения предлагает французский экономист Тома Пикетти. Необходимо созвать конференцию по долгу, которая позволит начать реструктуризацию по всему комплексу долгов еврозоны. Мы не должны забывать, что Европа построена на отмене государственных долгов прошлого, чтобы можно было инвестировать в будущее. Германия, которая никогда не возмещала свои долги в течение 20 века, могла бы вдохновиться собственной историей. И пока это сделать не поздно. Кирилл Парменов, Алексей Панин, ТВ-центр. Широкий, никаких боевых действий. Спустя пять месяцев после февральских клинских договоренностей руководство ДНР решило положить конец непрекращающимся обстрелам жилых районов и в одностороннем порядке объявило населенный пункт демилитаризованной зоной. Все подразделения полченцев покинули поселок. Накануне в этом убедились представители мониторинговой группы ОБСЕ. Именно они теперь должны взять контроль над Широкино. Но сначала свои войска должны отвезти силовики, которые находятся на окраине поселка. В ближайшее время здесь появится наблюдательный пост, но пока неизвестно, каков будет его состав. Украинские военные по-прежнему не вступают в переговоры с представителями ополчения. Мы не заметили в поселке никаких признаков присутствия подразделений армии ДНР. Все укрепления, блокпосты и жилые дома, где находились эти подразделения, на данный момент они покинули. Но на сегодняшний день стороны так и не смогли достигнуть согласия по плану о демилитаризации Широкино. А именно этот план мог стать важным шагом к выполнению минских договоренностей. Сегодня в ДНР сохраняется спокойная обстановка. На линии разграничения боевые действия не зафиксированы. Ночью в Донбассе украинские силовики впервые за долгое время не нарушили режим тишины, сообщили местные власти. Очередная перезагрузка от Хилари Клентона. Выступая с предвыборной речью в американском городе Гленн, кандидат в президенты заявила, что Соединенные Штаты должны пересмотреть свой подход к российско-американским отношениям. По ее мнению, альтернатив взаимодействия с Москвой нет. Хотя еще месяц назад бывший босс-секретарь называл нашу страну одной из главных внешнеполитических угроз, поставив в один ряд с Ираном и Северной Кореей. Мы должны быть гораздо умнее в ведении дел с Путиным и в том, как мы относимся к его амбициям. Я знаю его, он не простой человек, но я не думаю, что есть какая-либо другая альтернатива, кроме как постоянное взаимодействие. Боевики запрещенной в России организации Исламское государство казнили 25 солдат правительственных войск в древнем амфитеатре Пальмира. Видео выложили в интернет. На записи пленных расстреливают подростки 13-14 лет. Убитые солдаты, предположительно, были захвачены в сирийском городе Хомц. Перед казнью их избивали. По некоторым данным, наблюдают за расправой, боевики силой заставили местных жителей из близлежащих селений. Когда была совершена казнь, неизвестно. В свою очередь, исламисты заявили, что уже после появления этого видео на том же месте они убили еще 20 человек. А по делу студентки МГУ Варвары Карауловой, которая пыталась присоединиться к боевикам Исламского государства, появились новые подробности. Отец девочки рассказал, что основной мотив, который побудил ее к такому шагу – любовь. По его словам, дочь три года вела интернет-перепеску с молодым человеком из Сирии. Он позвал девушку к себе, пообещав жениться. Напомню, в июне этого года Варвару Караулову задержали при попытке пересечь турецко-сирийскую границу. В Тунисе объявлено чрезвычайное положение сроком на месяц. Через неделю после крупного теракта такое решение принял президент страны. Расширенные полномочия получили правительство, армия и правоохранительные органы. Теперь власти имеют право запретить любые массовые мероприятия. Кроме того, под особый контроль попадают деятельные СМИ. В целом, обстановка в Тунисе остается напряженной. Министр провинции, где произошла трагедия, отправлен в отставку. Напомню, теракт 26 июня на пляже курортного города Сус унес жизни 38 человек. Почти столько же получили ранения. Местный студент проник на территорию одного из отелей и открыл огонь по отдыхающим. Радикал был уничтожен на месте. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», которая запрещена в России. К другим событиям грузовой корабль «Прогресс» успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. Это первый с февраля транспортник, который причалил КМКС после двух неудачных запусков российского и американского грузовиков. На его борту почти 2,5 тонны грузов. За процессом стыковки в Центре управления полетами наблюдал наш корреспондент Андрей Сидоренко. Вода, воздух, топливо, продукты питания, оборудование для станции, даже личные посылки для членов экипажа. Транспортный грузовой корабль «Прогресс» М-28М успешно пристыковался к Международной космической станции. Весь груз, а это 2381 килограмм, доставлен на орбиту в целости и сохранности. Старт ракеты носителя «Союз-Уз» Гагаринской площадки космодрома Байконур состоялся утром 3 июля в 7 часов 55 минут. Набор высоты прошел в штатном режиме. Через 9 минут транспортник отделился от разгонного блока и вышел на заданную орбиту. По программе полета перед стыковкой с Международной космической станцией корабль совершил 34 витка вокруг Земли. На это ушло около двух суток. Вот, 28-й прогресс появился в зоне прямой видимости с борта МКС. Взбрежение космических аппаратов проходило в автоматическом режиме. Впрочем, в случае нештатной ситуации или отказа техники командира 44-й экспедиции НКС, Геннадий Падалко и бортинженер Михаил Корниенко были готовы перевести управление в ручной режим. Касание затворных механизмов состоялось строго по плану. На земле в зале подмосковного центра управления полетами успешную стыковку встретили сдержанно, но радостно. В момент касания работа не прекращается. То есть то, что произошло, касание одного аппарата другого, работа продолжается. Нет такого, что все, мы сели, мы приземлились и вся работа остановилась. Особенно вот нижний зал, который работает по станции, продолжается работа по стягиванию, по контролю сопряжения. Сопряжение, работа напряженная, и поэтому таких этапов в работе много, и поэтому в данном случае это такой хороший, радостный этап. Напомню, в сегодняшней операции предшествовали сразу две аварии. Так, в конце апреля предыдущий 27-й прогресс во время набора высоты не вышел на расчетную орбиту. Связь с грузовиком была потеряна. Оставшись без управления, корабль через несколько дней упал в центральной части Тихого океана. А в конце июня потерпел крушение уже американский транспортник «Драгон». Ракета-носитель взорвалась через 2,5 минуты после старта. Сегодня, после успешной стыковки российского прогресса с Международной космической станцией, черная полоса в снабжении экипажа МКС наконец-то завершена. Экономить ресурсы больше не придется. Андрей Сидоренко, Валерий Белинский, Юрий Петров. ТВ-центр из Центра управления полетами. А для любителей двухколесного транспорта в Москве в девятый раз прошла акция «Велоночь». Пробег был посвящен 80-летию столичного метрополитена. Поэтому во время остановок ведущие историки, архитекторы и урбанисты проводили для участников увлекательные экскурсии. А многие любители велоспорта оделись в цвета той линии подземки, рядом с которой живут. Как заявляют организаторы, это должно было помочь познакомиться с соседями и не растерять в толпе друзей. Маршрут организован по центру города, Садовому кольцу и Ленинградскому проспекту. На этом пока все. Далее прогноз погоды. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин